Эта авария в октябре 2018 года шокировала всю область. В Октябрьском районе после столкновения с грузовиком легковой ВАЗ превратился в груду металлолома. В нем находились трое молодых спортсменов и их тренер. Все они погибли. В ходе маневра поворот налево между данными транспортными средствами произошло столкновение. Непосредственно была передняя часть автомобиля ВАЗ-2114, правая боковая часть автомобиля ГАЗ. После столкновения имело место даже возгорание автомобиля ВАЗ-2114, но люди, которые остановились на данном местном происшествии, сам водитель, лица, находившиеся на данной базе, пожар данный потушили. Следствие установило, что в ДТП виновны оба водителя. Мужчина, который был за рулем грузовика, осужден на 4,5 года в колонии-поселении. А эта жуткая авария произошла в сентябре прошлого года на трассе М2 Крым. Фура вылетела навстречу и протаранила легковушку, в которой находились 5 человек. В результате ДТП скончался новорожденный малыш. Остальные получили тяжелые травмы. По версии следствия, виноватым в трагедии оказался дальнобойщик. Выезд на полосу встречного движения был допущен ввиду того, что он применил торможение, после которого произошла им потеря контроля на движение транспортного средства, из-за того, что он осуществлял движение со скоростью, которая не позволяла ему в полной мере контролировать его автопоезд. Приговором Ленинского суда города Курска в марте 2020 года данному водителю было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и лишением права управления автомобилем на срок 2 года. По статистике, наибольшее количество аварий случаются из-за вождения в нетрезвом виде и превышения скорости. А травмируются или погибают чаще всего те, кто игнорирует ремни безопасности. Пешеходы же, как правило, за свою беспечность платят самую высокую цену. Пешеходы переходят проезжую часть автомобильной дороги в неустановленном месте, в результате чего происходят дорожно-транспортные происшествия с тяжкими последствиями. Пешеходы погибают или получают травмы. Кроме того, в темное время суток на неосвещенных участках дорог пешеходы движутся вне населенного пункта, не используя свето-возвращающие элементы, что также является нарушением правил дорожного движения и приводит к тяжким последствиям. В прошлом году ужесточилось наказание для виновников пьяных ДТП. Если действия нетрезвых автомобилистов повлекут за собой гибель людей, нарушителям грозит тюремный срок до 15 лет. Станислав Костиков, Сергей Малеев. События дня.